Друзья, всем привет! Да, я знаю, давно не выходили ролики, я был немножко приболевший и у меня попросту не было голоса. Сейчас тоже можно слышать, что с голосом не все так хорошо, как хотелось, но пришло время уже записывать что-нибудь новенькое. И сегодня будет довольно-таки интересная тема. Я уже когда-то записывал ролик на тему, как слить быстренько золото, и тем героем, который сливал это золото, был Алексей Никева Ван Дэй. Если вы помните, он сливал 33 миллиона золота на таланты. Сегодня же героем будет другой человек. Это Серега, и вы его все можете знать как ментора в нашем телеграм-канале. Ребят, если кто-то еще не подписался в телеграм, обязательно подписывайтесь. Там и Серега, и все остальные ребята очень хорошо помогают, рассказывают, как лучше одеваться, что лучше. То есть вы можете задать там кучу-кучу вопросов. Так вот, вернемся к Сереге. Ник его в игре хулиган, вы наверняка его видели. Вот он в третьем сезоне, по-моему, занял второе место. Действительно, это очень круто, и давайте прожмем большие пальцы вверх Сереге за второе место. А также, ребят, выдержка у этого человека просто колоссальная. Он собрал 116 миллионов золота на прокачку талантов. И он сегодня будет бустить свой аккаунт. У него уже сотый левел. Скин тени на нем уже одета. А также, смотрите, у него 11835 атаки. Хотелось бы потом посмотреть уже в конце, насколько атака вырастет, когда он прокачает все таланты, которые только можно. Итак, в принципе, давайте начинать. Первый талант, который ему выпадает, это, ребят, оправляться. Это нормально, пусть будет, почему нет. Все равно мы будем сегодня бустить все таланты. Смотрите, у него 116 миллионов золота. Оно, на самом деле, очень долго копится. Я не знаю, мне кажется, что он где-то копил его, ну, может, два с половиной месяца. И действительно, человек именно фармил постоянно 14-ю главу героического режима, 16-ю главу героического режима. Эти главы довольно-таки очень для фарма золота, которого никогда, ребят, не хватает. А вы представьте еще тот факт, что вот у него еще не прокачен даже его основной герой, это тень до сотого уровня. Он собрал 116 миллионов, которые ему придется сейчас потратить на таланты. Да, он пробустит аккаунт вообще конкретно. Я думаю, что плюс-минус, если мы еще в конце прокрутим какие-то руны, у него будет, ну, где-то 13500 атаки без, ребят, колец льва. С кольцами льва, я думаю, что 14500 уже должны покориться ему. Ну, действительно, выдержка просто колоссальная. И вот когда, смотрите, мы сейчас крутим дальше, выпадает что-то наподобие железный щит. Ну, ладно, хорошо. Все равно будет все максимум. Но я просто смотрю на это все и понимаю, что что бы ни выпадало, все равно будет максимум. И заодно, ребят, мы сможем также с вами посмотреть, как выглядит аккаунт, у которого 171 уровень талантов прокачен. То есть, все на максимумах. Руны на максимум будет. И когда мы сами руны будем крутить, тоже интересно посмотреть, какие результаты будут выпадать. Так что, ребят, ну, 100% для такого человека, как Серега. Ник, напоминаю, хулиган в игре. Обязательно прожмите большие пальцы вверх. Человек действительно очень сильно старался. Собирал это все золото. И хотел вам показать, как будет выглядеть аккаунт после 171 прокачки талантов. Ну, и так же само он показывает тем самым, что каждый из нас может что-либо собирать. Пусть то будет золото, или то кристаллы будут. И когда вам понадобится то или иное, вы можете в любой момент все прекрасно слить. Следующая веха, которую Серега будет преодолевать, это прокачка тени до 100 уровня. Там тоже довольно-таки много золота нужно будет собрать. Но я думаю, почему-то вот у Сереги это произойдет очень быстро и очень легко. Собрать такое количество, потом немножко меньше. Ну, я думаю, что все будет превосходно. Итак, смотрите, 154 уровень талантов. Осталось еще 17 всего. Выпадает ему усиление руны 8 уровня. Круто. Я вот тоже очень сильно радовался, когда мне выпало 8 усиление руны. Потому что действительно руны делают в игре, ну, какой-то буст такой очень и очень превосходный для наших героев. То есть поднимается процентное соотношение, там, атаки, хп и так далее. Также поднимается, ребят, первое самое значение урона или хп. Ну, руны реально очень крутые. Я думаю, что это было, наверное, один из таких самых превосходных ходов от разработчиков, когда они действительно ввели руны, ввели усиление героя. Это, ребят, напомню вам, что базовые характеристики героя увеличиваются. То есть, ну вот, действительно очень круто. А также они подняли сами все руны, да, то есть был раньше 15 уровень максимальный, сейчас они подняли до 20. Такие руны, как здоровье и мощь, можно прокачать с 15 по 20 уровень. А золотишко-то улетает очень и очень быстро. Давайте сейчас глянем, сколько вообще у Сереги осталось. Смотрите, 64 миллиона. Уже 61. То есть человек уже слил больше половины золота, практически которого накопил. Да, действительно, это, конечно, блин, превосходно, когда в игре столько золота ты собираешь и потом все сливаешь. 161 талантов нам приносит эффект оправляться, да, который будет, эффект красного сердца будет увеличен, когда выпадает. 160, ребят, второй. Это у нас выпадает усиление руны 9 уровня. Супер, еще один. И это максимум, ребят, десятый. Наверное, любой из вас хочет иметь десятый уровень руны у себя в копилочке. Так, лидерство мы максимум до последнего 20 уровня. Очень интересно посмотреть, что следующее у нас будет максимального уровня. Давайте прокрутим еще разочек. И это, ребят, блок. Блок 19 и вот совсем-совсем скоро будет уже 20. Класс. Я реально вот смотрю на это все. Самому хотелось бы иметь такую выдержку, чтобы сделать максимум свои таланты. Так, здоровье тоже максимальное. Ребят, максимальное значение здоровья это 4050 к базовому. Круто. Реально очень-очень круто. Следующее, что нам падает усиление героя и максимальное усиление по базовых параметрам героя плюс 40%. Вау. Ну, реально, я в восторге. 40% от базы. Вообще превосходно. Железный щит максимально нам будут давать защиту от столкновений в 1410. Класс. Превосходно просто. Следующее, что мы максимум, это, ребят, будет оправляться. И эффект красного сердца получается плюс 1570 хп. Довольно-таки прикольно. Такие цифры большие. Так, вот вам, ребят, усиление руны 10 уровня. Максимальное вообще. Я думаю, Серега в этот момент аж спискнул и сказал, наконец-то я долго к этому шел. Ребят, 170. Смотрите, осталось совсем чуть-чуть и будет все по максимуму. У него выпадает блок. И блок у нас составляет теперь 2100. И, ребят, вот этот момент, который человек очень и очень долго ждал. У него максимальный талант 171. И смотрите, сходу атака выросла. Вы видели это? Плюс 2225 атаки. И сейчас у него атака составляет 12500 без колец льва. Я уверен, что у Сереги там, по-моему, и тень прокачана всего на 81 или на 82 уровне. Но, ребят, посмотрите в итоге, как выглядит персонаж, когда у вас все по максимуму. Давайте сейчас он примерит кольца льва. И мы посмотрим, какая атака будет с ними. Итак, Серега, давай показывай нам. 12978. Это с одним львом. И сейчас он еще оденет второго льва. И получается, ребят, 13500 практически. Я думаю, что если мы сейчас отправимся с вами и покрутим немножко руны, что я и попросил Серегу сделать, то будет еще, ребят, больше. Потому что вот, когда вы будете крутить руны, там идет усиление побольше. У вас, то есть, будет получаться уже от тех характеристик, которые есть, плюс, например, 3,5% атаки или 3,5% хп. Мне вот реально очень интересно посмотреть, какие максимальные первые значения в рунах. Вы знаете, что в некоторых рунах первое значение это хп, а во вторых рунах это атака. Также есть усиление эффекта красного сердца. Но, ребят, нам главное это хп и атака. Давайте сейчас будем отправляться и будем смотреть вообще, как это все будет выглядеть. Ну, пока мы еще не перешли к этому, да, ребят, хотел вас попросить поставить большие пальцы вверх. Также подписаться на канал, кто этого не сделал, потому что это действительно мотивирует. Итак, давайте смотреть, что будет дальше. 171-й талант у нас прокачен уровень. И вот смотрите, руна дает 353 атаки. Вы видели это? Смотрите, здесь на 600 хп больше дает. Класс, ребят. Я просто представляю, если бы эти руны покрутить. Так, здесь у нас, смотрите, выпадение. Ну, здесь такого ничего интересного. Следующее, мужество, ребят. Тоже за 300. От 300 до 500 атаки. Вообще супер. Я не знаю, я в восторге. И последняя руна 1500 хп. У него 906. То есть вы видите, насколько можно поднять свою атаку и свое хп. Реально очень круто. Ну, что же, ребят. Вот таким, в принципе, получился ролик. Я респектую реально Сереге за такую выдержку. За то, что он предоставил материал. Вам всем спасибо, кто посмотрел, кто поставил большой палец вверх. До скорых встреч. Пока-пока.